Когда в России начнут рассылать электронные повестки? Зачем Путин решил именно сейчас повысить налоги? И почему Германия выступает резко против конфискации российских активов? Я Анастасия Брюханова, канал Объектив. И начинаем новую рабочую неделю мы с обзора иностранной и российской прессы. Мы читаем аналитику от ведущих экспертов, а я вам ее пересказываю. Лучшая поддержка работы нашей редакции — это лайк и подписка на канал. Ну и, конечно же, можно сделать нам пожертвования на продолжение работы в мае. Нам осталось добрать совсем немного. Ссылка будет на данный шнелерт в описании. Пожалуйста, поддержите нас. Ну а я начинаю. В эту субботу, в последний день перед майскими праздниками, правительство России опубликовало постановление о работе Единого электронного реестра воинского учета. Это ровно тот самый, которого все ждали и который по планам должен упрощать мобилизацию. Заработать этот реестр, а вместе с ним и электронные повестки, должны уже с 1 ноября. При подготовке этого материала мы пообщались с Артемом Клыга, юристом и менеджером адвокации движения сознательных отказчиков. Я напомню, что это вообще за реестры и электронные повестки такие. После мобилизации осенью 22-го года в России приняли ряд законов, которые должны упростить государству будущие призывы в армию, как по мобилизации, так и призывы на срочную службу. Так что касается это, по сути, всего мужского населения нашей страны для людей от 17 лет. Тогда, в 22-м году, государство столкнулось с организационными проблемами при мобилизации. В списках военнообязанных хоть в каком-то адекватном виде в военкоматах не оказалось. Кого призывать не ясно, еще и сотни тысяч потенциальных солдат просто ринулись из страны. И кого из них нужно останавливать, кого не нужно, пограничники не знали. Поэтому и вот придумали такой единый электронный реестр, где собираются все данные о военнообязанных гражданах. Там есть адрес, причем не только регистрации, но и фактический. Медицинские данные, воинская специальность, образование, семейное положение, место работы, информация о недвижимости, транспорте, данные МВД, ФСБ, налоговой. Все, 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 что туда можно было набить, туда набивают. И доступ к этим данным, как вы понимаете, будет не только у вас, но и у военкоматов и других ведомств. И как вы понимаете, что эта инициатива не сводится к разработке очень актуальной Excel-таблички, которая упрощает выписывание повестки. Самое главное, что на тех, кому повестку направили, будут нагладываться и большие ограничения. Самое главное из них – это возможность уехать из страны. Как только военком направляет повестку, и она появляется в этом едином реестре электронном, выезжать из страны будет нельзя. Сейчас, как подчеркивает движение сознательных отказчиков, у погранслужбы часто просто нет доступа к данным о повестках. И поэтому они не знают, что у вас нельзя выпускать. Но когда этот реестр заработает, погранслужба будет точно знать, кому повестка выписана, и его не выпустят. И это будет единая база межветовственная, которая будет постоянно обновляться. Пока что эти ограничения прописаны только для срочников, а не мобилизованных, но я подтвердю, что эту дырку в законе просто прикроют. Какая-то ошибка. Но есть ограничения, которые уже сейчас прописаны и касаются всех. Если вы получили повестку, что на срочную службу или при мобилизации, и ее игнорируете, и с назначенной датой явки в военкомат проходит 20 дней, то вам будет запрещено управлять и регистрировать автомобили, брать кредиты, регистрироваться как ЭП и самозанятым, распоряжаться недвижимостью и многое другое. Как отметил Артем Клэга, механизмы этих запретов еще не проработаны, нет регламентов, процедур. Но отмечу, что до 1 января, до того срока, когда реестр должен будет заработать, эти процедуры могут быть приняты. Так что они еще и могут поменяться до 1 ноября, поэтому если вас в теории может затронуть этот закон, следите внимательно за обновлениями. Все это попытка закрыть последние лазейки для военнообязанных, как-то избежать службы. Поэтому если вы мужчина и вам больше 18 лет, еще раз подумайте о своей безопасности. Подготовьте все необходимое для получения отсрочки или освобождения. Узнайте заранее, как подавать заявление на альтернативную гражданскую службу, если для вас это вариант. Обсудите заранее вашу ситуацию с правозащитниками. Подготовьте медицинские и другие документы, которые могут освободить вас от службы. И самое главное, не ходите сами в военкомат. Если вам уже пришла повестка, или вы хотите заранее проконсультироваться и советую все же до повестки не дожидаться и все сделать загодя, то обратитесь, например, в движение осознательных отказчиков. Они работают не только со срочниками, но и с теми, кто находится в запасе и попадает под мобилизацию. Ссылки на них я оставлю в описании. Недавно Путин заявил, что в России нужно модернизировать налоговую систему и ввести прогрессивное налогообложение. То есть делать так, что чем больше денег получает человек, тем больше процент налогов он платит. И вот теперь финансовый сектор разрабатывает варианты, как это реализовать на практике. Например, есть такая идея. Россияне, которые получают больше одного миллиона рублей в год, будут платить подоходный налог не в 13%, а в 15%. А компании могут начинать отчислять 25% с прибыли вместо 20%. В Нью-Йорк Таймсе разобрались, что именно стоит за желанием Путина изменить налоговую шкалу, что оно говорит о состоянии экономики и элит. И на какую аудиторию это решение прежде всего рассчитано. Ни для кого не секрет, что сейчас расходы российского бюджета растут. Огромная часть его идет просто на войну. Заканчивать же ее Путин пока не собирается, а значит и деньги ему нужны. И один из способов их набрать как раз против повышения налогов. Причем, как считают эксперты, изменение шкалы именно для компании является хорошим способом увеличить приток денег из источников, которые не связаны с добычей нефти и газа. То есть это может быть своеобразной страховкой Путина от внезапного снижения ценноископаемой. Более того, это способ показать компаниям, что и они тоже должны вносить свой вклад в финансирование войны. Как считают аналитики, тот факт, что Путин хочет повысить налоги, говорит о том, что он уверен, что крепкой рукой держит власть. Прежде всего, над российской элитой. То есть Путин не боится идти на риск и вызвать их недовольство, потому что знает, что против никто не выступит. Да и экономика сейчас позволяет налоги повысить. Санкции ее не разрушили, технически экономика даже показывает рост. Да, идет война, но из-за нее, например, растут часть зарплаты, доходы. Поэтому, по идее, сейчас граждане и компании не должны быть особенно против. Денег вроде как прибыло, можно и отдать какую-то часть на налоги государству. И поэтому повышать налоги Путин хочет именно сейчас. Ведь он не знает, как долго сохранится это окно возможностей. К тому же увеличение налогов для богатых – это идея, которая всегда находит отклик. Тут, конечно, есть вопросики к оценке богатых от 1 миллиона рублей в год. Именно поэтому он объявил и о необходимости менять шкалу. И подчеркнул, что делается это, конечно же, для борьбы с неравенством и бедностью. А особые категории – многодетные, военные – он от повышения налогов освободил. Такие льготы, как пишет New York Times, призваны снизить уровень недовольства войной среди бедных россиян. Ведь именно они больше страдают из-за войны и прежде всего погибают на фронте. Как говорят эксперты, сначала Путин проводил мобилизацию, чтобы продолжать войну в Украине. Теперь же, при помощи изменения шкалы налогообложения, он буквально хочет провести мобилизацию доходов, чтобы продолжать финансировать войну. За прошедшие несколько дней в России арестовали двух журналистов. Сергея Карелина, он работал с Associated Press и Deutsche Welle, а также Константина Габова, который сотрудничал со зданием Reuters. Обоих мужчин обвиняют в участии в экстремистском сообществе, а именно в работе с Фондом борьбы коррупции. По версии следствия, журналисты предоставили ФБК фото и видеоматериалы, которые затем использовались на стримах на канале Навальный Лайф. Ранее по похожему обвинению в сотрудничестве с ФБК задержали журналистку СОТА Антонину Фаворскую. Она освещала суды над Навальным, а также делала репортажи про поселок Харм, где сидел политик. ФБК подчеркивали, что обвинения фейковые. По их данным, Фаворская никогда ничего не публиковала на платформах соратников Навального. Да и подтверждения от следствия ни по одному из этих трех кейсов до сих пор нет. Кроме первых цветов, тающий снег приносит россиянам еще один сюрприз — дроны. Власти сообщили, что в лесах Подмосковья нашли около десятка беспилотников. Скорее всего, эти дроны были подавлены системами радиоэлектронной борьбы, после чего свалились в снег и пролежали там какое-то время. Управление региональной безопасностью назвало такие дроны неприятным сюрпризом. Это цитата. По их рекомендациям, если вы нашли такой оттаивший беспилотник, то не стоит близко к нему подходить. Лучше отойти метров на сто. Также рекомендуется не использовать возле дрона радиоаппаратуру, мобильные телефоны и системы GPS. О своей находке нужно сообщить в службу спасения. В ночь с 27 на 28 апреля силовики ворвались на концерт группы Коррозия металла, который проходил в Нижегородском клубе «Ненависть». Всех зрителей положили лицом в пол, а артистов, в том числе и лидера группы Сергея Троицкого, задержали. Как отметили очевидцы, силовики действовали очень жестко. Как минимум одного зрителя омоновцы ударили по лицу. Музыкантов доставили в отдел полиции, где их допросили, а позже составили административные протоколы. Как сообщила концертный директор группы, артистов обвиняют в демонстрации нацистской символики. Речь идет о калавратах номерча группа. В МБД отчитались, что у группы изъяли книги и более 20 футболок с изображением запрещенной символики. За это лидер группы и также два гитариста получили штраф в одну тысячу рублей каждый. Коррозия металла известна своими песнями с правым националистическим уклоном. Некоторые песни этой группы, кстати, были признаны экстремистскими еще в 2013 году. На этом интересные факты о группе ее заканчиваются. Но ее лидер Сергей Троицкий, также известный как Паук, не раз был спойлером на разных выборах. Он выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Москвы, мэр Химок, аплодировался на пост главы в Жуковском, участвовал в такой карнавализации выборов. А калаврат в России вообще-то считается экстремистским, как схожая с нацистской символика. Это, тем не менее, не мешает некоторым российским военным носить шевроны с этим символом. Вот, например, в официальном телеграм-канале Российского Министерства Обороны запустили видео, где показана работа инженерно-саперного подразделения ВДВ. У младшего сержанта на видео невооруженным взглядом видна нашивка с калавратом. Что и говорить, если калаврат является эмблемой целого добровольческого подразделения «Русича». А сами бойцы «Русича» являются приверженцами праворадикальных идей, о чем даже не стесняются говорить открыто. Но пока они продолжают быть выгодными для российских властей, на их демонстрацию нацистской символике силовики закрывают глаза. Призрак Второй мировой войны мешает Западу конфисковать российские активы. Это интригующее начало статьи о Wall Street Journal. Тема возможной передачи российских активов Украине обсуждается уже очень давно и довольно безуспешно. Мы уже перестали, например, тему эту брать, потому что никаких подвижек нет. Но недавно США слегка сдвинули эту дискуссию. Байден уже подписал закон, по которому его администрация может конфисковывать активы России, находящиеся в американской юрисдикции. В Европе же, где находится большая часть российских активов, этот шаг одобрили не все. И самые громкие возражения раздаются из Берлина. Дело в том, что Германия до сих пор не уладила все споры по поводу ущерба от Второй мировой войны. По мнению Берлина, он уже выполнил все обязательства перед другими странами. Тем не менее, претензии Германии до сих пор есть у Польши, Греции и других государств. К примеру, в Италии до сих пор идут суды с семьями жертв оккупации. Они требуют компенсации за страдания, понесенные их родственниками. И часто такие суды выигрывают. Поэтому Италия, чтобы заплатить по искам, попыталась конфисковать некоторые немецкие госактивы в стране. За это Германия даже подала на Италию в Международный суд ООН. Понятно, чего боится Берлин. Если немецкие власти дадут добро на конфискацию активов в Москве, то это подорвет давнюю правовую позицию Германии и создаст юридический прецедент. Тогда ничто не помешает другим странам также забрать активы Германии в качестве репарации за Вторую мировую. Похожие опасения есть и в Японии. Южная Корея уже давно спорит с Токио по поводу компенсации не только за Вторую мировую, но и за период оккупации Корейского полуострова. Некоторые немецкие чиновники считают, что претензии могут появиться и к другим странам Европы за времена рабства и колонизации. Поэтому вместо того, чтобы активы конфисковывать, Германия предлагает использовать их в удобный момент как рычаг в переговорах об окончании войны в Украине. Москва точно захочет получить обратно свое, а значит, с помощью активов Запад рано или поздно может попробовать убедить Крема и пойти на какие-то уступки. Также, как считают эксперты, Берлин беспокоится о немецких компаниях, которые продолжают работать в России. Их, судя по подсчетам, около 300. И если Европа разрешит конфискацию российских активов, то Кремль начнет мстить. Так что пока, судя по всему, активы России забирать никто не будет. Что вы думаете по этому поводу, можете написать в комментариях. Но вся эта история с Германией и репарациями наставляет в очередной раз задуматься о последствиях войны. С окончанием Второй мировой прошло уже почти 80 лет, а Берлин до сих пор разбирается с компенсациями, и след войны никуда не делся. Нашей стране тоже придется долго возмещать ущерб, который Путин сейчас наносит Украине. Вот такая вот международная панорама на сегодня. Поддержите видео лайком, а я прощаюсь с вами. До новых встреч! До новых встреч!